Движение местных и пригородных пассажирских поездов будет приостановлено с 12 февраля. О таком решении объявили представители госпредприятия «Железная дорога Молдовы» из-за колоссальных убытков. Также известно, что госпредприятие задолжало сотрудникам еще с прошлого года парламент назначить спецкомиссию для изучения финансовой ситуации в ЖДМ. Еще один социологический опрос показал, что граждане выступают за проведение досрочных парламентских выборов. Исследование компании «Айдата» показало, что в законодательный орган могут пройти 4 партии, о ком речь, расскажем в выпуске. Владельцы птицефабрик сетуют на серьезные убытки из-за подорожания зерна. По словам специалистов, цены на семена подсолнечника и кукурузы взлетели вверх на фоне неурожайного года, а также из-за условий международного рынка. Достаточно ли запасов для внутреннего рынка и стоит ли ожидать других подорожаний, узнаем через несколько минут. Движение местных и пригородных пассажирских поездов приостанавливается на неопределенное время с 12 февраля текущего года. Об этом объявили представители госпредприятия «Железная дорога Молдовы». Здесь отметили, что несут серьезные убытки, поскольку внутренние пассажирские маршруты больше не являются выгодными, а лишь создают новые расходы. Между тем, в парламенте назначат специальную комиссию по анализу финансовой ситуации в ЖДМ и деятельности за предыдущие 10 лет. Компания несет убытки, нас никто не финансирует, а эти поезда устаревшие. Они опасны для пассажиров и создают расходы для предприятия. Летом эти локомотивы могут начать загораться. Специально созданная для изучения ситуации парламентская комиссия привлечет к своей работе все ответственные органы и заслушает заинтересованные стороны в течение 60 дней. Затем представит в парламенте отчет о результатах и выводах расследования. На заседании комиссии по контролю за государственными финансами было отмечено, что из-за огромных долгов компания счета ЖДМ были заблокированы. Это самый низкий показатель выполнения рекомендаций счетной палаты в историях госпредприятий в Республике Молдова. Данный факт говорит о слабом управлении предыдущей администрации. То, что сейчас происходит в ЖДМ, тревожит общественность, тревожит сотрудников, тревожит прессу. Известно, что госпредприятие задолжало сотрудникам еще с прошлого года. На заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам представили план возврата денег. Ближайший план – это продажа металлолома. Это продлится 15 дней, то есть первые деньги будут через 15 дней. В то же время руководство компании ведет переговоры с коммерческими банками. Берем кредит, платим сразу всем сотрудникам, потом при продаже имущества погашаем этот кредит. По словам исполняющего обязанности главы ЖДМ, штат предприятия, вероятно, будет сокращен. Под увольнение могут попасть более тысячи сотрудников, как итог реорганизации госпредприятия. Мы предлагаем ряд краткосрочных мер, связанных с продажей неиспользованных активов, использованного металла и попытка разблокировать ситуацию, начать выплату заработной платы. По состоянию на конец прошлого года кредитная задолженность ЖДМ составила без малого 459,5 миллионов лев. В то же время накоплена задолженность по зарплате частично за прошлый октябрь и ноябрь в размере 35,5 миллионов лев. По отчислениям в бюджет социального и медстрахования почти 27 миллионов, а в бюджет 5,5 миллионов лев. Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря составили 275,5 миллионов лев. В декабре прошлого года работники ЖДМ начали протесты в связи с тем, что им несколько месяцев не платили зарплату. В центре столицы сегодня прошла акция протеста против строительства высотки между цирком и церковью святых Константина и Елены. Собравшиеся на митинге граждане выступают против разрушения исторических памятников Кишинева и требуют немедленно отменить решение Национального совета по историческим памятникам, который одобрил возведение 21-этажного комплекса. Более того, по словам организаторов протеста, в конце прошлого года из состава совета исключили всех специалистов в области культурного наследия. С другой стороны, компания «Застройщик» выступила с пресс-релизом, в котором уверяют, что 88 соток в той зоне принадлежат ей по праву. При этом фирма обещает помочь с реставрацией церкви. Протестующие требовали срочно аннулировать решение Национального совета по историческим памятникам, который разрешил возвести у цирка многофункциональный комплекс. Это здание не что иное, как сговор строительной мафии мафиозного правительства. Это недопустимо. Проект постановления правительства о проблеме национальной политики в области памятников культурного наследия составляется отделом кадров министерства. К акции протеста присоединились гражданские активисты, общественные деятели, архитекторы и историки. По их словам, строительство 21-этажной высотки несет в себе угрозу для исторически богатой зоны. Хотя она очень богата исторически. Там была бастионная крепость в конце 18-го века. Там само кладбище по себе интересно, сам памятник. Дело не то, что это здание разрушит саму церковь, но нарушается сразу же исторический ландшафт. Разрушают город строительством безобразных зданий, которые к тому же не соответствуют законам, предусматривающим красивый вид города. Манифестанты также требовали отменить постановление правительства, по которым был утвержден новый регламент и состав Национального совета по историческим памятникам. В последний день правительства Кику неожиданно меняется регламент. Меняется регламент, из него удаляется положение о том, что члены совета должны иметь профильное образование, должны быть специалистами. Просто удаляются, исчезают эти слова. Понятно, для чего это делается. Для того, чтобы открыть дорогу, дать зеленый свет застройщикам. Новость о том, что около церкви святых Константина и Елены может появиться 21-этажный бизнес-центр и несколько жилых домов вызвала волну критики и негодования. В соцсетях комплекса крестили монстром. Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал отставки своего советника по вопросам архитектуры и урбанизма Юрия Повара. С другой стороны, компания-застройщик опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что у цирка по проекту появится жилой комплекс и коммерческий центр, а 88 соток земли принадлежат компании по праву. Более того, строительные работы не несут в себе угрозу, и экономический агент обещает помочь с реставрацией, расположенной рядом цирка. Церковь расположена в 78 метрах от зданий, которые мы построим. Проведенное геодезическое исследование показало, что на том месте каменистая почва, поэтому строительные работы не несут в себе угрозу для близлежащих зданий. Что касается видимости церкви со стороны проспекта Григори Вьеру, то даже сейчас ее не видно. Говорится в распространенном кемнике. Предыдущий состав Национального совета по историческим памятникам два раза отклонял проект строительства комплекса. Градоначальник ранее заявлял, что не допустит возведение 21-этажной высотки. Мы направили официальный запрос по этому поводу в Министерство образования, культуры и исследований, в ведении которого находится Совет по историческим памятникам. Но пока ответа так и не поступило. В первой категории комфорта всего 104 междугородних автобуса. Таковы предварительные результаты тестирования транспортных средств, которые проводит Национальное агентство автотранспорта. Проверки подверглись чуть более 2000 автобусов. Однако на сегодняшний день еще не весь междугородний транспорт прошел сертификацию. Начатый в прошлом году процесс классификации междугороднего транспорта должен был завершиться 1 октября. Но в связи с пандемией этот срок был продлен до 1 декабря. Всего сертификацию должны пройти 2657 единиц транспорта. В прошлом году одной из категорий получили 2074 автобуса. На маршруты не были допущены 18 единиц транспорта, так как их техническое состояние не соответствовало даже третьей категории. Владельцам этих автобусов были даны рекомендации по устранению несоответствий, после чего будет проведено повторное тестирование. После технического осмотра автобусов первую категорию присвоили 104 единиц транспорта, вторую получили 1475. Пока лишь без малого 1600 водителей получили сертификаты, остальные пока находятся в агентстве, откуда их должны забрать владельцы этих транспортных единиц. Проблема в том, что из-за отсутствия документа с прописанной в нем категорией комфорта автобусы не допускаются на маршруты. Прошли сертификацию от Анто? Да, люкс. В микроавтобусе тепло, есть кондиционер, сиденье регулируется. Все чисто, как видите, и аккуратно. Первая категория, а значит и цена выше. Но мы не слишком завышаем, потому что у людей зарплаты низкие. Число пассажиров из-за пандемии даже снизилось почти на треть. Мнения самих пассажиров о комфорте междугороднего транспорта разделились. Кого-то устраивает все, кого-то нет. Условия не во всех автобусах хорошие. Тепло, например, я здесь не чувствую. Раньше лучше было, все автобусы одинаковы были. Цены повысили, а условия нет. Как вам условия? Хорошие. Сколько билет стоит? 79. Это много? Нет, в самый раз. А больше вы готовы платить, если и условия еще лучше будут? Нет, так нормально. По данным реестра автотранспортных операторов, в стране зарегистрировано в общей сложности 6095 автобусов, из которых свыше 3000 пассажирские. Чем раньше, тем лучше. Почти 70% опрошенных выступают за досрочные парламентские выборы. Таковы данные исследования, проведенного компанией Айдата в конце января. Согласно опросу, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы четыре партии. А больше всего мандатов получила бы партия «Действия и солидарность». Все же, как отмечают авторы опроса, ни одно политформирование не получило бы абсолютное большинство. 70% выступают за проведение досрочных парламентских выборов в 2021 году, 22% – против. В то же время 39,5% респондентов считают, что выборы необходимо провести как можно скорее, то есть уже весной. 15% ответили, что голосование должно состояться осенью. Если бы выборы в законодательный орган состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы четыре политические партии. Больше всего мандатов получила бы партия «Действия и солидарность». За ПДС проголосовали 25% опрошенных. За ПСРМ свои голоса отдали чуть больше 21,5% респондентов. За ШОР проголосовали 7%, а за нашу партию – менее 3,5%. Согласно результатам того же соцопроса, ПДС может получить 44 мандата в парламенте, социалисты – 38 партии, ШОР – 13, а наша партия – 6 депутатских кресел. Таким образом, ни одному политформированию не удалось бы обеспечить себе большинство. А на вопрос, кого бы граждане назначили премьер-министром, почти 23% опрошенных заявили, что видят на этой должности экс-главу государства и лидера коммунистов Владимира Воронина. На втором месте по количеству голосов – лидер ДПМ и бывший премьер-министр Павел Филипп. Интересно то, что 13% опрошенных заявили, что предпочли бы видеть на должности премьера Владимира Плохотнюка. Далее в рейтинге политиков, которые, по мнению опрошенных, могут возглавить кабинет министров Андрей Анастаси, Илон ШОР, Игорь Дадон и Майя Санду. Кандидатуру бывшего президента Румынии Трояна Басиеску поддержали менее половины процента опрошенных. А вот объявленная главой государства кандидат Наталья Гаврилица не вошла в список, поскольку на момент проведения опроса президент еще не выдвинул ее кандидатуру на должность главы кабмина. Что касается политиков, которые пользуются наибольшим доверием среди граждан, лидируют в списке глава государства Майя Санду. Президент набрала без малого 40% голосов. На втором месте – экс-глава государства Игорь Дадон. Его поддержали больше 30% опрошенных. Далее в рейтинге доверия следуют Илон Шор, Владимир Воронин, Рината Усата, Иоанн Кику, Иоанн Чубан, Актовян Цико и Андрей Анастаси. Исследование проводилось по заказу компании Айдата в период между 15 и 31 января. В опросе приняли участие 1264 человека. Погрешность составляет плюс-минус 3%. Представители компании Айдата, которую возглавляет брат депутата-социалиста Виарела Балагана, заявили, что исследование было проведено за счет экономического агента. Ранее портал Зерул Дегарды сообщал, что компания Айдата проводила несколько опросов в преддверии парламентских выборов, а также ряд других социологических исследований. Однако результаты исследований всякий раз были в пользу лидера ПСРМ Игоря Дадона. Призвали к ответу. Представители нефтяных компаний заслушали в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Происходит все после значительного повышения цены на топливо в прошлом месяце. Докладчики пояснили, что причин ситуации несколько. Между тем, представители Наре и Совета по конкуренции, которые тоже участвовали в слушаниях, заявили, что пересмотр цен не в их компетенции. Фирус Исаев, директор одной из сетей АЗС, пояснил, что топливо в январе подорожало из-за существенного сокращения с апреля прошлого года объема продаж почти наполовину. Вместе с тем, по его словам, топливо у нас дешевле, чем в тех же Румынии и Украине. Исаев подчеркнул, что для стабильности в этой области очень важно наличие продуманной нормативной базы. Во время пандемии 250 тысяч долларов мы потратили дополнительные деньги на эти маски, на эти, как называть, химикаты. Мы заплатили 250 тысяч долларов на помощь, гуманитарную помощь больницам, скорой помощи. Это все наша компания все делает. Поэтому мы, я и во главе все наши люди, готовы на любой закон, который вы примете, на просьба, чтобы этот закон и вы соблюдали, и мы будем соблюдать. Рост цен на топливо был также основан на повышении обменного курса, но и на увеличении фонда заработной платы, объясняет директор другой сети АЗС. В сентябре начался рост обменного курса, поэтому выросли и цены на нефть. У нас фонд оплаты труда повысился на 9%. Это немало. Между тем, депутаты заслушали также главу нациоагентства по регулированию в энергетике и представитель совета по конкуренции. Оба пожали плечами и отрапортовали в унисон. Процесс повышения или понижения цен не в их компетенции, а чтобы дать им эти полномочия, необходимо внести поправки в закон. В силу своих законных полномочий Совет по конкуренции может вмешиваться в рынок нефтепродуктов, поскольку цены отображаются на панелях автозаправочных станций постфактум, если это картельное соглашение или доминирующее злоупотребление. Мы не можем превышать свои полномочия. Вы, законотворцы, создали закон, который не предусматривает, что мы можем вмешиваться, когда захотим. Я понимаю, что Наре только констатирует без обид, просто собирают информацию и все. То, что я сейчас услышал, на мой взгляд, попытка оправдаться. Мол, то, что произошло, это нормально. Не думаю, что мы поэтому здесь собрались. Погодите с превышением полномочий. Когда речь о снижении цен, мы не можем превышать полномочия. Но потом, когда начались волнения, вы пришли в правительство и громогласно заявили, что повышение оправдано. То есть здесь вы не считаете, что превысили свои полномочия. Повысились акцизы и импорт. Мы высказали свое мнение. В итоге комиссия приняла к сведению заявление участников слушаний и представит предложение по дальнейшим действиям. Также было предложено создать совместную рабочую группу для разработки проекта по исправлению ситуации на рынке нефтепродуктов. Между тем, повышение цен на топливо негативно сказывается на фермерах и перевозчиках. Цены для них, а не для нас, зарплатами по одной тысяче леев. Сколько вы готовы были бы платить? 14 леев. Очень дорого. Работы нет, зарплата низкая, пенсии маленькие. 16 января несколько ЗС взвинтили цены на топливо. Бензин подорожал в среднем на 10%. Ситуации остались недовольны как представители гражданского общества, так и некоторые парламентарии. Выдвинутая главой государства кандидат на должность премьер-министра Наталья Гаврилица пользуется услугами службы государственной охраны. Как нам сообщили представители структуры, охрана кандидата предусмотрена на законодательном уровне. Журналисты ТВ-8 сегодня заприметили претендентку на кресло премьера в офисе партии Действия и Солидарность и попытались выяснить, готов ли состав будущего кабинета министров и программа правления. Однако Гаврилица отказалась беседовать на эту тему. О том, что вице-председатель партии Действия и Солидарность, предложенная главой государства в качестве кандидата на пост премьер-министра Молдовы Наталья Гаврилица пользуется услугами службы госохраны, мы узнали сегодня. Позже в комментарии для ТВ-8 это подтвердили и представители структуры. Расскажите нам, когда вы начали предоставлять госпоже Гаврилица услуги охраны. Все подробности вы можете узнать в пресс-службе. Она передвигается на служебном авто. Вы установили пункт охраны у ее дома. По всем вопросам в пресс-службу. Мы попытались выяснить подробности о программе правления, которую уже на следующей неделе Наталья Гаврилица может представить парламенту. Однако кандидат в премьер-министры не ответила на наши вопросы. А вот в пресс-службе ПДС по нашему запросу уточнили, что пока Наталья Гаврилица работает над составом будущего кабинета министров. Два дня назад в рамках телеинтервью исполняющий обязанности председателя партии «Действия и солидарность» Игорь Гроссу заявил, что уже на следующей неделе Гаврилица представит на пленуме свою программу правления и кабинет министров. Указ о назначении кандидата на пост премьер-министра Мэя Санду подписала 27 января. Однако глава государства по-прежнему считает необходимым проведение досрочных парламентских выборов. И это будет возможно в том случае, если парламент не назначит новое правительство. Не ремонтировали дорогу последние 20 лет, а все жалобы в уполномоченные учреждения остались без ответа. Происходит все это в столичном секторе Рыжкановка. Автовладельцам да и пешеходам преодолевать кратеры на улице Конструкторилор порядком поднадоело. В Притуре нам сообщили, что ремонт на том участке запланирован, правда, пока не позволяет погода. В Кишневе улица Конструкторилор усыпана ямами. Выглядит как после войны. Жильцы частных домов говорят, что ремонта здесь не видели уже 20 лет. Пешеходам не по сторониться, а водители вынуждены систематически ремонтировать свои авто. Этот мужчина говорит, что вырос на этой улице. На его памяти здесь лишь однажды ремонтировали проезжую часть. С тех пор не раз были аварии, прорывало трубы, но никто так и не заделал образовавшиеся колдобины. Я живу здесь уже, наверное, с детства. Здесь один раз только сделали. Только насыпали, 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 но ничего не сделали. После этого, когда поставили воду, провели канализацию и вообще забыли за эти дороги. Труднее всего мамам с колясками. На Конструкторилор нет тротуаров. Приходится преодолевать ямы с горем пополам. Тут каждый день ходят детки. А родителям трудно? Конечно. Я слышала, что еще 6 лет назад подавали заявление, но с тех пор ничего не решили. Вся улица здесь в таком состоянии, до леса. Местные жители даже шутят. Говорят, что живут на строителей, но никто сюда не спешит с ремонтом. Уж лучше в селе, чем в городе. В селах дороги ремонтируют, а тут нет. А сколько уже не было ремонта? Не могу вам сказать. Очень давно. Наверное, лишь один раз, сколько себя помню. А мне уже 40 лет. Несколько лет назад, чтобы привлечь внимание мэрии, кишиневцы даже перекрыли дорогу. Три года назад мы даже забастовку устроили. Намереваетесь повторить? Если через месяц-другой не отремонтируют, скорее всего. Невозможно проехать на машине. Ничего, у нас маленькие дети. Мы здесь живем, а что делать дальше, непонятно. По словам приэтера сектора Рыжкановка, работы на конструкторе Лор должны начаться в ближайшее время, как только позволит погода. Что касается конструкторе Лор, там провели подготовку к предстоящим работам. Устранили аварии на участке, но из-за снегопада ремонт приостановили. Скорее всего, на следующей неделе, когда нам позволит погода, мы начнем работы. В этом году на ремонт асфальтового покрытия в столице из муниципального бюджета будет выделено 365,5 миллиона леев. Капитальный ремонт запланирован на улицах Йон-Крянга, Мессаджер и Индустриальной. Также планируется отреставрировать мосты на Измаильской, Михай-Витязул и Григорий Вьеру. Так, для ремонта моста на Михай-Витязул будет выделено 40 миллионов леев. В ближайшее время продолжится реставрация главных артерий города в рамках второго этапа проекта, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Мэрия, в свою очередь, выделит 173 миллиона леев. По сей день ощущают последствия засухи прошлого лета. Владельцы птицефабрик серьезно пострадали после подорожания зерновых. Говорят, что существенных запасов зерна у них нет, а спрос на изделия из куриного мяса в последнее время резко упал. За несколько месяцев, по словам специалистов, больше всего подорожали семена подсолнечника, кукуруза и пшеница. И виной тому не только засуха, но и условия международного рынка. Подорожание зерна может серьезно ударить по деятельности птицефабрик. Местные предприниматели говорят, что и без того несут серьезные убытки, поскольку пополнять резервы зерновых приходится практически постоянно. Стелла Эфрос руководит компанией, специализирующейся на производстве куриного мяса и яиц. Говорит, что этот год может превратиться в борьбу за выживание. Первая проблема, с которой столкнулась вся область птицеводства, это рост цены за нехватки зерновых. Это приведет к подорожанию корма и в итоге к повышению цен на конечный продукт, то есть на цыплят и мясо птицы. Пока цены на мясную продукцию останутся прежними. А все потому, что предприниматели боятся потерять своих клиентов. По словам производителей, на фоне пандемии, введенных в связи с этим ограничений, спрос на куриное мясо резко упал. Чтобы остаться на плаву в столь нелегкое время, экономический агент был вынужден сократить поголовье цыплят на 30%. Мы уходим в ноль или даже работаем себе в убыток. Вместо доходов у нас сплошные расходы. Больше всего подорожали семена подсолнечника почти на 75%. Кукуруза на 65% дороже, а пшеница на 40%, утверждают специалисты. Если сравнивать с 2020 годом, примерно в это время кукуруза и пшеница была по 2,20 за килограмм. Сейчас по 4,50. Соевый жмых тоже подорожал сейчас по 13,50, а год назад был по 8 леев. По мнению экспертов, в области сельского хозяйства цены на зерновые культуры во многом зависят от условий международного рынка. Засуха прошлого года тоже внесла свои коррективы. Массовые подорожания зависят и от крупных игроков Черноморского бассейна. Например, Россия, которая ввела дополнительный налог на экспорт зерновых. И это автоматически отразилось на мировом рынке. А вот представители Министерства сельского хозяйства утверждают, что на внутреннем рынке дефицита зерновых не наблюдается. Мы собрали почти 700 тонн. Нужды внутреннего рынка – это около 350 тонн. Экспорт зерна с 1 июля, то есть урожай 2020 года, составляет до 65 тонн. Это простая математика. Мы обеспечиваем поставки для внутреннего рынка. С тех пор прошло уже 7 месяцев. По информации Национального бюро статистики, в декабре 2020-го средние потребительские цены в Молдове немного выросли. Больше всего подорожали продукты питания почти на 1,5%. А в сравнении с началом 2019-го растительное масло и яйца подорожали на 18% и 12% соответственно. Хлеб – на 3,5%. Таким был этот день. Далее смотрите прогноз погоды и курс валют. Я напомню, если вы стали очевидцем важного события, или у вас есть интересное видео и фото, присылайте все в редакцию нашего телеканала и не забывайте следить за своим самочувствием. Увидимся на ТВ-8 в 22.00. Всего доброго и приятного вечера. Субтитры подогнал «Симон»